КОМПАНИЯ СИНЕМОА В гостях у итальянской модели и актрисы Моники Белуччи. Она снималась во французских авторских фильмах, среди которых «Квартира» и «Необратимость», и в таких голливудских блокбастерах, как «Матрица. Революция» и «Ученик-чародея». Мы побеседуем с ней о кино, актерской игре, материнстве и браке с французским актером Венсаном Касселем. Моника родилась в 1964 году в маленькой деревушке в Умбрии, Италия. Ее отец Луиджи владел автотранспортной компанией, а мать Мария была художницей. Моника, считавшаяся первой красавицей в деревне, начала карьеру модели в 16 лет. Моя родина – итальянская деревушка под названием Чито де Кастелло. Так что я выросла в провинции. Мои родители были очень щедрыми и заботливыми людьми, но в то же время они ни в чем меня не ограничивали. Мои родители часто водили меня в кино. Благодаря им я пересмотрела все чудесные старые итальянские фильмы и открыла для себя таких потрясающих режиссеров, как Феллини, Расселлини, Висконти, Де Сико, Антониони. И, конечно, я наслаждалась игрой таких кинодив, как Клаудия Кардинали, Софи Лорен, Джина Лоло Бриджида, Анна Маньяни. Следует признать, что тем, что я сейчас снимаюсь в кино, я обязана этим великолепным актрисам. Малена, 2000 год. Какие сигареты вам купить? Македония Экстра. Я была влюблена в кинематограф, но моя жизнь была так далеко от него. Собственно говоря, я пошла в модельный бизнес, потому что это было самым простым способом сбежать из провинции. Я работала в Милане, в Париже, а затем в Нью-Йорке. Мир фотографий захватил меня, и это было мне очень интересно. Мне посчастливилось работать с такими замечательными фотографами, как Хельмут Ньютон, Брюс Вебер, Фабрицио Ферри, Оливьера Тоскани. А благодаря карьере фотомодели у меня появился шанс попасть в кино, о чем я страстно мечтала. Я хочу видеть то, что видишь ты. Я хочу любить то, что любишь ты. Огради меня от смерти. Первую более-менее заметную роль в кино Моника сыграла в 1992 году, когда на нее обратил внимание культовый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Получилось забавно, потому что Фрэнсис Форд Коппола увидел мои фотографии в журнале и захотел со мной встретиться. И я сыграла эту маленькую роль в фильме «Дракула». Я была в кадре всего несколько секунд, но я была в восторге. И, в общем-то, после этого я начала брать уроки актерского мастерства и иностранных языков, потому что я хотела иметь возможность работать в разных странах. Ведь современное итальянское кино не то, что было раньше, и съемки исключительно в итальянских фильмах не принесли бы мировой известности. Монику снова заметили после съемок во французском фильме «Квартира», завоевавшем награду Британской академии кино и телевизионных искусств. Роль Лизы принесла ей признание и премию «Сезар» в номинации «Самая перспективная начинающая актриса». Во время съемок этого фильма она встретила своего будущего мужа, французского актера Винсана Касселли. Я проходила прослушивание на роль в милом французском фильме «Квартира». И именно там я познакомилась с Винсаном, моим мужем. «Квартира», 1996 год. Здравствуйте. Добрый день. Покажите мне туфли с витрины. Вон те, в углу. 37-й размер. Макс, помоги девушке. Спроси цвет. Какой у вас размер? 37-й. У вас есть красный? Красный. Не знаю, мадмуазель. Может быть, поищите? Красный 37-й. Красный 37-й. 37-й, красный. Давай же, атакуй. Когда я встретила его на прослушивании, он показался мне немного высокомерным, но при этом таким очаровательным, что, наверное, сразу же и привлекло меня к нему. Хотя тогда я этого еще не осознавала. Моника Белучи и Винсан Кассель без сомнения, одна из самых ярких звездных пар в мире кино нашего времени. У них две дочери, и на сегодняшний день они снялись вместе в четырех фильмах. Мы женаты уже 14 лет, и снялись вместе в нескольких фильмах. Так, это Доберман? Да, это Доберман. Но когда я работаю с ним, я не воспринимаю его как своего мужа, он просто актер. Я выкладываюсь на все сто, и он отвечает тем же. В 2002 году Моника и Винсан сыграли в скандальном французском фильме «Необратимость» режиссера Гаспара Ноя. Это была, пожалуй, самая сложная роль за всю ее карьеру из-за использования устаревших теперь графических средств и продолжительных сцен насилия. Я очень рада тому, что у меня была возможность работать с мужем в «Необратимости», потому что это был довольно непростой фильм. И я счастлива, что Винсан был рядом. Мы могли поддержать друг друга. Что же касается самого фильма, даже несмотря на то, что он был очень жестоким и вызвал много споров и шквал неодобрения, для меня важнее всего процесс его создания. Ведь мы трое, Гаспар Ноя, Винсан и я, буквально лепили этот фильм. Поэтому для меня важнее та работа, которую мы проделали. Когда мы начали съемки, у нас даже не было сценария. Это была импровизация в чистом виде, и весь фильм состоял из нескольких последовательных эпизодов, снятых одним кадром. Каждый эпизод длился минут по 20, так что у нас была возможность играть как на театральной сцене. «Необратимость», 2002 год. Винсан не присутствовал при съемке сцены изнасилования. Так было проще. Это всего лишь актерская игра, умение перевоплощаться. Но вот что мне по-настоящему нравится в нашей работе, так это то, что я порой не знаю, что буду делать через 3 секунды после начала дубля. И я думаю, что это самая захватывающая часть нашей работы. Это действительно очень жестокий фильм, первые 20 минут просто невыносимы. Но затем он становится таким лиричным и красивым. И сегодня «Необратимость» стал без преувеличения культовым фильмом. На премьере «Необратимости» в Каннах в 2002 году публика была потрясена жестокостью фильма. Зрители даже выходили из кинозала в знак протеста. Монике пророчили, что после этого фильма ее карьера будет закончена, однако эти прогнозы не сбылись. Наоборот, Моника показала себя отважной, готовой на риск актрисой, способной управлять своей карьерой. Мы даже не представляли себе, что этот фильм обретет мировую известность. Конечно, это произошло благодаря тому, что он был представлен на Каннском кинофестивале. Он провоцировал скандалы, любопытство. Одни ненавидели его, другие обожали. Но теперь он знаменитый, и я счастлива, что играла в нем. Роль в «Необратимости» оказалась щедрым подарком судьбы для меня, как для актрисы. В 2004 году Моника сыграла роль Марии Магдалины в другой противоречивой картине «Страсти Христовы» режиссера Мэла Гибсона. Я и представить себе не могла, что этот фильм станет таким скандальным и успешным одновременно. Я помню, как Мэл Гибсон приезжал в Италию, когда готовился к съемкам фильма, и я очень хотела встретиться с ним, хотела играть Марию Магдалину. Мы встретились, и я получила эту роль. И я считаю, что Мэл Гибсон очень талантлив как режиссер. Я с удовольствием работала с ним. И в итоге получился просто невероятный фильм. Я не знаю, почему я постоянно попадаю в такие фильмы, очень жестокие и весьма противоречивые. Может быть, потому что мне интересна темная сторона человеческой личности. и, вероятно, я берусь за такую работу, чтобы попытаться раскрыть эту темную сторону. Моника снова изучает свою темную сторону, играя роль Мануш, романтичной и страстной роковой женщины в фильме «Алена Карно второе дыхание». Быть роковой женщиной значит быть опасной и непредсказуемой. Но даже несмотря на то, что такая женщина опасна и непредсказуема, перед ней невозможно устоять. Ты видел, с какой заботой меня принимали. Глазки строили сверхобычные программы. Сказали, что могу ехать, куда захочу. Полная свобода. Знакомые приемы. Будем играть по их правилам. Мы с тобой воруем с самого детства. Если мы тебя не вытащим, значит, наступил конец света. Как бы то ни было назад, я не вернусь. Что же будет со мной? Ты же знаешь, я поставил и проиграл. Теперь меня ищут и будут искать всегда. Мануш. Я думаю, что во французском кинематографе есть свой образ роковой женщины. Вспомните, Катрин Денёв, Бриджит Бардо, Симону Синьоре, Жанну Моро. Ален Карно дал мне шанс сыграть Мануш. Она идеальная героиня криминальной драмы. Фильм «Нуар». Женщина в мире, где властвуют мужчины. уличная девчонка, уличная девчонка, превратившаяся в бизнес-леди. это история любви двух взрослых людей, каждый из которых преодолел тяготы жизни и научился бороться. я хотела, чтобы моя героиня была блондинкой, потому что в то время воплощением женской красоты была блондинка с точенной фигурой. но ее темное прошлое вносит диссонанс в образ, который она создала, чтобы спасти себя от улицы. И мне очень понравилось играть эту роковую даму. мне нужен домик на отшибе, где можно было бы спрятать Густава Минда. Я сам займусь его паспортом и спроси, не хочет ли он срубить 100 миллионов перед отъездом. Как тебе это удалось? Повезло. Теперь он богат. Он одинок. Гюни потерпит, чтобы о нем так думали. Я думаю, что французское кино сыграло важную роль в моей карьере. К тому времени, как я переехала во Францию, я уже была влюблена во французские фильмы. Я много знала о них. Я восхищалась французскими актрисами. Я считаю большим везением то, что я перебралась в Париж и получила возможность попасть во французскую киноиндустрию. меня здесь приняли как свою. И даже сегодня, хоть я и говорю по-французски с небольшим акцентом, снимаясь в кино, я ощущаю себя француженкой. Это потрясающее чувство, когда ты приезжаешь в чужую страну, и тебя здесь любят и принимают. И я стольким обязана французскому кинематографу. Итальянка по происхождению, Моника снялась более чем в 15 французских фильмах и полюбилась французскому зрителю. Активная работа во Франции в одной из самых процветающих в мире киноиндустрий открыла ей путь к еще более успешной карьере в мировом масштабе. Ее успех во Франции обозначился появлением на одном экране с такими выдающимися французскими актерами, как Жерар Депардье, Катрин Денев и Даниэль Отой. Настоящим признанием заслуг Моники стало предложение войти в состав жюри Каннского кинофестиваля наряду с такими звездами, как Сэмюэль Джексон, Хелена Боннэм-Картер и Тим Рот под председательством Вонг Карвая. Горячее обсуждение кандидатов и повышенное чувство ответственности при выборе лауреатов «Золотой пальмовой ветви» стали непростым испытанием. Это было в 2006 году. Вонг Карвай был председателем. Мы проделали огромную работу, потому что надо было отсматривать по три фильма в день. Но и опыт я получила колоссальный. Я не думаю, что снова когда-нибудь соглашусь на такую работу, потому что мне не нравится давать оценки. Ведь тут нельзя сказать, что кто-то прав, а кто-то нет. Просто у всех разные вкусы. Все-таки я предпочитаю играть в фильмах, а не оценивать их. Мне не нравится, когда мое мнение приобретает такую важность. В 2009 году Моника снялась вместе с французской звездой Софи Марсо в фильме «Марина Деван» «Не оглядывайся». Мне очень хотелось сняться в этом фильме, потому что я уважаю Марину Деван как режиссера. Она молода и талантлива. Мне также было очень интересно работать с Софи Марсо. Она чудесная женщина и великолепная актриса. Я уважаю ее актерский талант и человеческие качества. Между нами словно произошла какая-то чудесная химическая реакция, и я думаю, что именно это привнесло в фильм некую магическую атмосферу. И я была счастлива поехать на презентацию фильма в Канне вместе с ней. Эти съемки стали чудесным опытом для меня. Привет. Мы знакомы? Кто вы? Мне знакомо твое лицо, но я не узнаю тебя. Даже сегодня, несмотря на то, что я очень хорошо говорю по-французски, я предпочитаю отрабатывать диалоги перед съемками с ассистентом. Не на съемочной площадке, а заранее. Ведь французский — иностранный язык для меня, и я должна подготовиться к съемкам как следует. Когда Анна Маньяни и Клаудия Кардинали перебирались в Америку, они уже были известны благодаря итальянским фильмам. Сейчас это не так просто. Если хочешь выбраться из Италии, тебе просто необходимо знать, английский и французский языки. Вообще-то, был в моей карьере итальянский фильм, получивший мировую известность. Это картина Малена, режиссера Джузеппе Тернаторе. Но это было скорее исключение. Главная роль коварной соблазнительницы в фильме Малена, действие которого происходит на Сицилии во время Второй мировой войны, в одночасье прославила Монику. Картина была номинирована на 14 премий, включая «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. Я люблю сниматься в итальянских фильмах, но мне также нравится говорить на других языках. Я ощущаю большую свободу, когда снимаюсь в англоязычных и франкоязычных фильмах. Моника испытала эту свободу, снявшись с целой плеяды американских звезд в фильме «Частная жизнь Пиппы Ли» режиссера Ребекки Миллер. В фильме снимались Робин Райт Пен, Джулиана Мур, Вайнона Райдер, Киану Ривз. Поистине звездный состав. Ребекка Миллер очень талантливая и знает, чего хочет. Снявшись в ее фильме, я получила незабываемый опыт. Мне вообще нравится работать с женщинами-режиссерами. Чаще всего приходится работать с режиссерами-мужчинами, но мне нравится ощущать поддержку и заботу, которые ценят на съемочной площадке между женщинами. Мне кажется, что женщинам порой проще найти общий язык и понять друг друга. Разносторонний талант Моники снова открывает ей двери в Голливуд, где она снимается в блокбастере Джерри Брукхаймера «Ученик-чародея» вместе с Николасом Кейджем. Особенность европейских фильмов заключается в их малобюджетности. Американцы, напротив, снимают высокобюджетные фильмы. Но для меня важнее наличие у режиссера нетривиального видения. Меня не интересует большой бюджет у той или иной картины или маленький. Главное это то, что происходит на съемочной площадке. Я потерял единственную женщину, которую когда-либо любил. Она заточена в Гримхольд. Этот фильм — совместная работа Джерри Брукхаймера и компании Дисней. Я играла роль Вероники, пропавшей возлюбленной Бальтазара, героя Николаса Кейджа. В фильме есть момент, когда в Веронику вселяется злая волшебница Маргана. Таким образом, у меня была возможность сыграть сразу двух персонажей. Поэтому я с радостью согласилась на эту роль. Кроме того, я хотела сняться в фильме, который можно будет показать моему ребенку. Монику не пугает перспектива играть роли зрелых женщин. В отличие от многих голливудских актрис, она спокойно относится к своему старению. Мне кажется, что у нас в Европе не так гоняются за молодостью, как в Америке. Европейские актрисы Катрин Денёв, Натали Бэй, Изабель Юпер, Шарлотта Рэмплинг могут играть сильные, глубокие, чувственные роли. Я тоже женщина, и у меня есть дочь, и я понимаю, что будущее за ней, и я представляю прошлое, и меня это не пугает. Я считаю, что это естественно, такова жизнь. Сегодня я ощущаю себя гораздо более сильной и мудрой, чем когда мне было 20. Глянцевые журналы и телешоу не раз называли Монику самой красивой женщиной мира. Она бесспорно производит глубокое впечатление на каждого, кто на нее взглянет. По словам режиссера Терри Гильяма, Моника способна осветить собой экран и поднять фильм на новый уровень. Можно с уверенностью сказать, что эта многогранная красавица, являющаяся лицом Диор и получающая приглашение сняться в европейских и американских кинокартинах, не перестанет украшать собой экраны и обложки журналов. У меня лучшая в мире работа, потому что я могу брать с собой свою дочь, где бы я итальянском, английском, французском. И я очень рада тому, что, несмотря на мою сильную занятость, я могу быть для нее хорошей матерью. А это самое важное. Я привыкла к такой жизни, и мне чуждо чувство оседлости. Я не знаю, как повернется моя жизнь даже через год. Спонтанная и не боящаяся риска эта кинозвезда не витает в облаках. Моника нежная, чувственная и уверенная в себе женщина. Ее любовь к жизни заразительна. Она способна очаровывать в любом образе монашки, проститутки или обольстительной волшебницы. Ясно одно, ее появление неизменно привносит легкий оттенок магии в нашу жизнь. Моника Программа к показу подготовлена компанией SDI Media. Перевод Анастасия Кучук. Текст читала Виктория Бабанова.